Приветствую вас, дорогие друзья, на своем балконе. И сегодня у нас шестой выпуск экспериментов на балконе с огурцами и с помидорами. Сегодня 28 июля, а последний эксперимент был 11 июля. И вот я продолжаю рассказывать про свои огурцы. Вот, если мы посмотрим, у меня вот мои огурчики, они уже вытянулись, выросли, уже начали цвести. И вот даже в среднем, очень даже явно выраженные завязи и цветения хорошие. Ну вот, теперь я стою в раздумье, сколько плетей же мне оставлять на огурчике или одну плеть огурцов сделать. Ну, я, значит, так решила, что на одной плети у меня будет одна плеть, на другой я, значит, дополнительные две пущу, а на третьей пущу три плети. Ну, пока я это не сделала, но я сделаю. В следующем выпуске вы увидите у меня, я надеюсь, что у меня будет три, две и одна плеть, вот, основная. Ну, что могу сказать про огурчики? Ну, радует, пока все идет штатно. Одна плеть, это значит, как будет? На одной вообще ничего не будет. Значит, это, скорее всего, будет центральная плеть, чтобы сильно не загущивалась. Я, значит, вот эти вещи все обрежу, дополнительные, чтобы они не брали никакую силу. Вот я покажу, как. Все. А это можно сделать у нас что? Это можно сюда положить. И вот это будет удобрение. Хотя огурцам, как говорят, очень мало надо удобрения. Им надо теплую землю. И вот давайте посмотрим, как корневая система огурцов. Здесь настолько хорошо видно. Я даже не ожидала, что так будет видно хорошо корневая система. Ну, где бы я еще увидела в земле на грядке, вот, насколько она уходит глубоко. Вот у меня эта вот баночка. И вот посмотрите, вот эта корневая система, она прям, вот, вся земля пронизана, вот, сетью корешков. И корешки все такие беленькие. В общем, пока развивается все хорошо. Я довольна. Ну, вот это все, что могу сказать про огурцы. Огурцы я не подкармливаю ничем. Кроме как я мульчирую только. Когда мульчирую, я, значит, что делаю? Я мульчирую и поливаю не так, ну, я не поливаю каждый день. Я поливаю через день. И еще такой момент. Вот лучше всего огурцы, да и помидоры тоже поливать с утра. Ну, вот я не знаю, почему это лучше, но лучше. Потому что сейчас уже ночки-то у нас прохладные. И вот конденсат, чтобы не скапливался. Ну, когда мы поливаем, у нас же, ну, повышенная влажность, да. И вот эта влажность, она уже не нужна. Ну, вот это все про огурцы. А теперь давайте мы перейдем на мои помидоры. Вот у меня здесь три куста. Я их еще, правда, на высокие колышки не привязывала, но уже надо. Вот их обязательно надо полить. Они у меня что-то, ну, вот они просят полива. Хотя земля еще не очень, ну, может быть, от того, что сейчас жарко. Огурцам-то это хорошо жара, а помидоры все-таки любят проветривание. А так как это балкон у меня, ну, или я проветриваю помидоры, или страдают у меня тогда огурцы, или же я не проветриваю у меня огурцам хорошо, страдают помидоры. Тут надо что-то выбирать. Помидоры, скорее всего, придется подкормить органическими удобрениями. И это должно быть азотистосодержащее удобрение. Ну, хотя бы взять, замочить корки от банана. Они прокиснут, протухнут, три дня пролежат. И вот этим можно подкормить. Будет шикарное удобрение. Так, что еще мне нужно с помидорками? Ну, я сказала, что подвязочка у нее должна быть выше. Здесь должен быть колыш повыше. И пока я с помидорками ничего не делала. Но тут есть такой момент очень хитрый. Вот они снизу начали у меня давать корешки. Вот их надо, конечно, обрывать. Вот эта баночка не вытянет корень. Здесь помидоры достаточно большой. Ну, так. И вот единственное, что хочу еще увидеть. Ну, вот я увидела корневую систему огурцов. И хочу увидеть корневую систему помидоров. Если я это увижу и посмотрю, как это развивается. Ну, знаете, в такие моменты оно становится более понятным. Что надо помидору или огурцу. А чего не надо. Вот огурцам, я так полагаю, ничего не надо. А вот помидоркам, конечно, надо. У них другая корневая система. И на этом я заканчиваю. Я вас очень люблю. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь. И пока-пока. До следующей встречи. До балкона. Субтитры подогнал Игорь Негода.